МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа объектив. В студии Наталья Ребрещева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях четверга. Инвестиции в Атомграды в двух закрытых городах России в Новоуральске и Лесном будут созданы территории опережающего развития. Это новое производство, а значит, и новые рабочие места. Заснеженный Новоуральск, очистку улиц, новоуральская вещательная кампания вместе с горожанами мониторит ежедневно, как коммунальные службы борются с последствиями снегопадов. Всемирный день футбола. Спортсменов и любителей этого увлекательного вида спорта поздравляет воспитанник новоуральской школы футбола, а ныне игрок Краснодарского клуба Кубань Илья Стефанович. Одна из сложных естественных наук на доступном для обывателей языке в кабинете химии школы номер 54 прошла ярмарка «Химическая лукошка». Новоуральские школьники вернулись из Всероссийского загородного центра «Орленок» первыми. Они поделились впечатлениями с родителями и с журналистами Новоуральской вещательной кампании. Теперь об этих и других темах подробнее. Выпуск начнем с главного экономического события. В двух Свердловских Атомградах в Лесном и в Новоуральске создадут территории опережающего развития. Таких у нас территорий нет. Нужно понимать, что с учетом закрытости и не появится близлежащий, почему бы и нет. Председатель регионального правительства Денис Паслер уже утвердил семь площадок. На них разместится современное производство. В Лесном начнут выпускать высоковольтное и электротехническое оборудование. А в Новоуральске будут производить источники питания, промышленные конструкции, интеллектуальные приборы. Общий объем инвестиций составит 20 миллиардов рублей. Территории опережающего развития разрабатываются для реализации крупных инвестпроектов. Их реализация позволит создать тысячи рабочих мест. Мы в правительстве Сырловской области вместе с руководителями госкорпорации «Росатом» защитили концепцию вхождения двух наших городов на Уральское и Лесное в проект «Территория опережающего развития». В том числе презентовали пять площадок. Я их уже озвучил, могу повториться. Это площадка 1-4 комбината индустриального парка, агропромпарка и три площадки внутри города. Это АМК, 1-4 и площадка медсинтеза. Новоуральская вещательная компания вместе с жителями города продолжает мониторить ситуацию с городскими дорогами. Ежедневно журналисты и операторы выезжают на улицы и проезжие части в Новоуральске, чтобы лично убедиться, как проходит очистка транспортных и пешеходных зон от снега. Рассказывает Антон Сапогов. После трехдневного снегопада многие горожане жалуются на плохую очистку дорог и тротуаров. Между тем, муниципальная дорожно-коммунальная служба со своей задачей справляется. Вся техника и все дворники этого предприятия чистят город в усиленном режиме. Поток нареканий от граждан меньше не становится, но важно различать зоны ответственности, муниципальные службы и частных управляющих компаний. За очистку вашего двора отвечает ваша управляющая компания. Идет дорога, после дороги идет газон, после газона идет тротуар. По стороне тротуара, которая прилегает к дому, зона ответственности ДКС кончается. И в принципе заезд, проезд на внутриквартальную территорию, где-то примерно проекция тротуара, в этот момент наша зона ответственности кончилась. Дальше идет внутриквартальная, там управляющая организация. Городской тротуар, который идет вдоль дороги, это ДКС. Тротуар во дворе, это управляющая организация соответствующая. Поэтому четко надо отличать. Потому что звонят нам в дорожную службу, то есть жалуются и на то, и на то, но консультируем и объясняем, что, кажется, вот это наше, а вот это не наше. Скорость очистки городских дорог тоже не везде одинаково. В первую очередь техника ДКС проходит по дорогам первой категории. Это центральные транспортные магистрали города, по которым движется общественный транспорт. Когда их очистят, снегоуборщики переходят на дороги второй и третьей категории. Поэтому муниципальную службу можно упрекнуть только в запоздалой очистке некоторых улиц, а не в отсутствии работы как таковой. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Новоуральская обещательная компания вместе с горожанами будет держать руку на пульсе. Завтра в итоговой программе смотрите сюжет об очистке улиц, проезжих и пешеходных зон Новоуральска. В рубрике «Эксперт» вместе с Анной Акрамовой в дорожной ситуации будет разбираться начальник ГИБДД Новоуральска Дмитрий Волков. Не пропустите. Сегодня в знаменательный по календарю день – это День прав человека в Центре патриотического воспитания по адресу Фрунзе-7. Состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним жителям Новоуральска. Учитывая значимость и важность подобных патриотических мероприятий, их проведение уже стало доброй традицией отдела ОФМС Свердловской области в городе Новоуральске. На столь волнительное событие в жизни многие ребята пришли с родителями. Получение первого основного документа ответственно и серьезно. Поздравить молодых граждан России пришли не только их близкие люди, но и официальные лица. Действительно сегодня очень важный и ответственный день в вашей жизни. То есть такой момент, который запомнится, наверное, на всю жизнь, это определенный рубикон. Вы становитесь не просто ребятами, детьми, дочерьми, сыновьями, вы становитесь гражданами Российской Федерации. У вас появляются большие права и появляется, конечно же, я первый раз. В Российской Федерации паспорта выдают с 14 лет. Получая первый основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации, эти новоуральцы стали полноправными гражданами страны со всеми прописанными в Конституции правами и обязанностями. Конституция защищает нашу жизнь, свободу и права. В свой день рождения Константин Кутырев, заместитель главы по социальной политике, вручил паспорта более 20 новоуральцам. Пока одни школьники получали документы, другие проводили опыты в ультрасовременном кабинете химии. Впервые в школе номер 54 прошла ярмарка «Химическая лукошка». Просто и доступно всем желающим рассказывали о том, насколько химия связана с нашей повседневной жизнью. В быту и повседневной жизни нас окружает химия. И любому грамотному человеку важно понимать, где химия хорошая и где плохая. Лучше всего получить эти знания в игровой форме. Как это сделали старшеклассники, участники ярмарки «Химическая лукошка». Сегодня мы открываем химию в парфюмерии, химию в декоративной косметике, химию в нашей бытовой жизни. Сегодня мы рассказываем о том, что мы чистим зубы, ухаживаем за собой, и без химии тоже нельзя. Сегодня с нами работают студенты медицинского колледжа, которые рассказывают о том, что в организме человека сплошная химия. Химия в косметике и парфюмерии, в зубной пасте и в шампуне. В сегодняшней жизни она содержится повсюду, даже в продуктах питания. Настоящий шоколад старит, а искусственный остается лежать целым куском. Даже не таяет. Дети будут знать, что лучше применять в пищу или использовать в быту натуральные вещи, чем искусственную химию. Но если выбрать экологически чистый продукт, это не влияет на здоровье человека. А если выбрать с добавлением каких-то вредных веществ, то это может как-то отрицательно повлиять на окружающую среду, на организм человека. На каждой игровой площадке ребята слушали небольшие лекции наставников и отвечали на их вопросы. Лучших знатоков ждала награда. Каждый активный участник получил особый жетон, дающий право внести в школьный журнал успеваемости пятерку по химии или по биологии. Мы очень надеемся, что эта ярмарка поможет нашим ребятам еще больше полюбить науку химия, все-таки признать, что химия – наука не скучная, что химия – это наука будущего, без нее нельзя. Поэтому мы очень надеемся, что ярмарка станет в школе традиционной, ну и она будет не только по химии, но и по многим другим предметам. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Бюджет Новоуральского округа на следующий год уже сформированный, принят. И сегодня члены общественной палаты одним из первых вопросов обсудили финансирование сферы образования в округе на 2016 год. В чем суть и что интересовало общественников, расскажет Анна Акрамова. Общий бюджет на 2016 год относительно сферы образования – 2,16 млрд. рублей. Среди выделенных на эту сферу средств и деньги на оплату труда, и проведение капитальных и текущих ремонтов, и устранение предписаний надзорных органов. После отчета начальнику управления образования общественники задавали вопросы. В частности, их интересовало наличие ограждений периметра школ города и вопросы безопасности в целом. Так в городе будет продолжено оснащение школ системой контроля и управления доступом. Это современные запрограммированные турникеты. В 2016 году они появятся еще в шести школах. И не только. Это требование времени по обеспечению безопасности прежде всего. И второй момент – мы планируем ставить видеонаблюдение. Учитывая, что у нас на сегодняшний день реализуется программа «Безопасный город», то есть запланировано финансирование для видеонаблюдения уличной, это IT-камеры, чтобы можно было с безопасным городом все это, ну, с учетом информационных технологий, возможностей соединить. И видеонаблюдение запланировано в каждом образовательном учреждении, где еще этого не имеется. Поэтому данные мероприятия позволят нам в целом, ну, во-первых, вести постоянный контроль за территорией образовательных учреждений, и второй момент – учитывая те денежные средства, которые запланированы на благоустройство территории вокруг здания Ленина 69, позволят привести в полное соответствие. В общественной палате состоят активисты со всего Новоуральского городского округа. На заседании был озвучен вопрос относительно использования корта школы в селе Тарасково. По корту принимаем, то есть данный вопрос поднимали на сегодняшний день. Ну, вот там требуется прежде всего, ну, скажем, грунт, влажная местность и влажная поверхность на корте. Ну, еще раз давайте проработаем вопрос, вот именно конкретно по корту. Из положительных моментов было отмечено – сельская школа показывает хорошие результаты в образовании. Результаты учеников школы села Тарасково таковы, что они на четвертую и пятую позиции по рейтингу именно в результатах учебной деятельности выходят, обходя многие городские школы, побеждая в конкурсах везде. Поэтому это труд и педагогического коллектива, и директора школы. Спросили члены общественной палаты и о лагере «Самоцветы». Позиция – сохранить этот оздоровительный центр. Сегодня там завершены крупные ремонтные работы. На магистральных сетях – тепло- и водоснабжение. Капитально отремонтирован один корпус. Заложены средства для продолжения ремонтных работ. И на 2016 год заметно преобразятся и другие корпуса. Также Татьяна Корякина отметила, что в целом на следующий год финансирование оздоровительной компании сохранится на уровне 2015 года. Следующее заседание общественной палаты пройдет 23 декабря. Участники проведут его на выезде в детской художественной школе. Это станет последним в этом году заседанием. А уже в феврале 2016-го общественники будут обсуждать другой актуальный вопрос – уборку города от снега. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Мечта многих мальчишек и девчонок – это отдых во Всероссийском центре «Орленок». Особая честь побывать в таком загородном центре выпадает только лучшим из лучших – отличникам в учебе или победителям всероссийских конкурсов. Буквально на днях из «Орленка» вернулись новоуральские школьники. «Отраслевая смена для детей классов «Росатом» проводится уже в третий раз. Это третьи ребята, которые поехали. Вначале в этом проекте были задействованы всего 10 городов, в которых присутствуют «Атом-классы». Сейчас этих городов уже стало 22. Ребята отбирались по портфолио, которое они оформляют. А в этом портфолио были указаны все заслуги. И вот по итогам внутреннего конкурса ребята попадали в «Орленок». Я, наверное, класса седьмого начала заниматься проектной деятельностью. Участвовала в всех конкурсах. Конкурсы школы «Росатома», городские, всероссийские, областные конкурсы. И, наверное, то, что активная такая деятельность, меня за это и взяли. Поездке понравилось. Ну, в общем-то, все. Туда приехали, был там коллектив очень дружный, слаженная команда, работали все вместе. Ну, в общем, все понравилось. Нас там собрали и рассказывали различные лекции, мастер-классы были по физике, опять же, химии, биологии. То есть, таким предметом научного цикла. Больше всего, наверное, коллектив. А у нас получился такой сплоченный и дружный. Опять же, когда собираются единомышленники вместе, это хорошо и дает стимул к росту. Объявление от Новоуральского центра развития предпринимательства и торгово-промышленной палаты города. Завтра, 11 декабря, с 16 часов в детской библиотеке по адресу Первомайская, 11, пройдет семинар, темой которого станет изменение налогового законодательства, электронные сервисы, а также оплата страховых взносов в пенсионный фонд, в федеральный фонд ОМС. Участие в семинаре бесплатное. Справки по телефону 6 34 96. Сегодня профессиональный праздник у футболистов. Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день в честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. Воспитанник Новоуральской школы футбола, ныне играющий в Краснодаре за российский клуб «Кубань» Илья Стефанович, прямо с трапа самолета приехал в студию Новоуральской вещательной компании, чтобы поздравить всех профессиональных игроков и любителей этого самого популярного вида спорта. Я Стефанович Илья, и я поздравляю весь Новоуральск, всю страну, всех-всех-всех с Днем футбола. Желаю всем трудолюбия, поменьше травм, удачи, везения и побольше голов. С праздником! Большое интервью с Ильей Стефановичем в студии Новоуральской вещательной компании смотрите в среду в программе «Объективно о спорте». На этом информационный выпуск завершен. Еще раз всех футболистов и любителей этого вида спорта с праздником. А далее в эфире Новоуральской вещательной компании смотрите программу «Грани». Лидия Голубева вместе с представителями власти, правоохранительных и надзорных органов, молодежных организаций обсуждали тему коррупции. На этом информационный выпуск завершен. Я желаю вам только хороших новостей и отличного настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok